Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Мне 24 года, ребенок 2 года, в отношениях с мужем 8 лет, а 4 из них в браке. Я знаю этого человека с 15 лет, оба первые друг у друга. По жизни найдем вместе с проблемами и трудностями. Приехали в другой город, начали работу и устроили ребенка в сад. Все стало налаживаться, потому что есть некие долги, кредиты, трудности с финансами. Но все хорошее заканчивается, придя домой, муж взрывается и начинает рыдать в истерике. Оказывается, год назад он взял кредит и не сказал мне. В определенные этапы жизни уехал в командировке и там занимал деньги. И на данный момент у него долг около 500 тысяч рублей. И целый год он об этом вскрывал. Такого удара в спину я не ожидал. Говорит, боялся сказать, потому что уйду от него. Я не знаю, что мне делать и как на это реагировать. Пока я по стопам дышал, такой удар, никогда бы не подумал, что мы мышь на такое способом. Помогите, советуем, как жить дальше. Спрашивает Людмила. Ну, в первую очередь, на что прямо сразу хочется обратить ваше внимание, то что если так вышло, что вы не знаете, как жить дальше, то я бы сказал, что это определенная проблема, потому что мы еще кому-то, он как бы поступил, может быть, и не очень хорошо, но как бы он не поступил, что бы он ни делал, в общем и целом, как бы это его, что называется, дела, это его, что называется, ответственность, и соответственно ему же с этой историей разбираться. Как это в данном случае влияет на то, что ваша жизнь вами воспринимается как что-то бессмысленное теперь, честно говоря, для меня остаются загадки. То есть, вы же понимаете, я надеюсь, какой именно вопрос вы задаете, да? То есть, вопрос с вашей ключей о том, как жить дальше. То есть, я дальше жить не могу. Я не ожидал от человека такого, говорите вы. Вот. И с точки зрения вот поведенческой, так скажем, ну, с точки зрения поведенческой модели, я бы сказал, что здесь история про то, что вы игнорируете, возможно, те проблемы, которые появляются, те трудности, которые возникают. Вот. Вы это игнорируете. То есть, вы склонны идеализировать, может быть, себя, может быть, своего мужа вы склонны идеализировать, может быть, вы склонны идеализировать свою жизнь или что-то еще. Потому что в этом смысле люди не идеальны. И все так или иначе совершают ошибки. Это нормально. А если вы не идеализируете, да, и, например, неополагаетесь, чересчур, допустим, на, к примеру, своего супруга, вот, то в общем и целом вам было бы гораздо легче с этим справляться. Так получается, что вам в основном тяжело именно по той причине, что мужчина вот ваших ожиданий не оправдал. И как бы не оказался тем, кто, кем, как вы думали, он является. Неприятно, конечно, это правда. Но вам нужно из этого делать вывод только такой, что полагаться нужно вообще-то еще и на себя. А не только на супруга. Да, и не только на людей вокруг вас. Вот. То есть может это хорошо, может это здорово, может это замечательно, но извините, помимо него есть еще и вы. И здесь встает достаточно важный момент. Момент о том, момент про то, куда вы идете по жизни. Вот, лично вы. Куда лично вы идете, чем лично вы хотите вниматься, что лично вы, ну, как бы вот, ну, как бы, какую лично вы позицию свою продвигаете. И продвигаете ли вы ее вообще. Вот. Потому что по мне, например, вот, кажется, что вы в какой-то степени растворились в семье. как бы вот, ну, лично на себя, допустим, да, вы, ну, может быть, сказать, что забиваете, было бы, может быть, не совсем корректно, да, именно, вот, сказать, что вы забиваете на себя. Но то, что вы обесцениваете себя в отрыве от семьи, то, что вы тяготеете к семье, к семье, как к некой сфере, ну, как к некой безопасной среде, это, конечно, совершеннейший факт. На мой взгляд, это является проблемой, потому что создает излишнюю зависимость от семьи. Вот. То, что у вас есть семья, это очень здорово, то, что вы, ну, вот, с мужем прошли, как вы говорите, много всего это тоже здорово, вот, но нужно, на мой взгляд, все-таки понимать, да, что всегда, помимо, помимо, как бы, семьи, да, помимо, ну, вот, детей, помимо мужа, да, вот, есть еще и вы, и, как бы, важно понимать, что, ну, рано или поздно дети, они вырастут, они уйдут, они создадут, как бы, вот, свою, что называется, семью, а вам придется как-то жить. и без умения полагаться на себя, без желания полагаться на себя, без навыков опираться на себя, вам будет, на мой взгляд, конечно, очень сложно, поэтому, если говорить об этом, то я бы эту ситуацию рассматривал с точки зрения развития субъективной стороны. Также можно говорить о том, что, ну, в целом, наличие кредитов, да, вот, ну, в целом наличие кредитов говорит о проблемах личных границ, то есть, либо о необходимости что-то компенсировать. То есть, если человек берет кредит, да, то есть, ну, иными словами, что такое кредит, это, ну, как бы, жить непосредственно, да, то есть, если я, вот, ну, если я беру кредит, значит, я живу непосредственно, вот. И, ну, это же не случайно происходит, да, то есть, как бы, не случайно человек, берет кредит. Не случайно человек оказывается в ситуации, при которой он живет непосредственно или вынужден что-то компенсировать. У этого есть причины, соответственно с этими причинами нужно разбираться. Это уже как бы запрос для парной терапии, семейной терапии, потому что нужно исследовать и вашу сторону. Нужно и мужа обязательно понять и его позицию как-то в данном случае услышать. Чтобы это не было такой односторонней историей. Сейчас я могу сказать, что судя по его реакции, это реакция истерика, это реакция как вот такое самобичевание. Можно сказать, что это своего рода показывает деструкцию ваших отношений. Истерика, на которую ваш муж, так скажем, впадает, вот это больше про привлечение внимания. Я не знаю, насколько правда, что он боится, что вы уйдете, вот. Но если он боится, что вы уйдете, то опять же делать что-то из страха не лучшая идея. То есть здесь формально говоря, то, что произошло, произошло в том числе и потому, что он боялся воспитывать. А почему боялся воспитывать? То есть этот момент тоже нужно исследовать. На мой взгляд, вы по отношению к своему мужу ведет себя как родителям, выступая внешне как некий такой оплот семейных ценностей, но по факту является его родителем. И это на самом деле не несет ничего хорошего, от слова совсем, для отношений. Ну кроме того, что человек не может почувствовать себя мужчиной. То есть мужчина не может почувствовать себя мужчиной. Ну, полноценно. Например. И получается история про потребность компенсации. Конечно, нужно увидеть, на что взялся кредит. Конечно нужно, ну как бы, понимать, вот, что, ну не только, словно говоря, не только финансовая здесь история. То есть это история не только про финансовая. Это история про ваши отношения в целом. Вот. Это, конечно же, нужно понимать. Вот. И, соответственно, соответственно, такое ощущение, да, что вот через чур вы друг на друга, ну, как-то вот наваливаете всего. Через чур вы друг от друга всего ждете. Вот. Через чур вы друг от друга чего-то хотите. Вот. И в итоге получается, мягко говоря, не очень. Потому что, ну, не получается, в общем-то, все это выдержать и выдержать, когда ожидания, ну, как бы, ну, может быть, постоянно или довольно часто есть, и они, ну, как бы, подавляют в какой-то степени, да. Вот. Я ни в коем случае вас не обвиняю, просто говорю, что он, по моему мнению, ваша модель семейной системы, ну, является, на мой, как бы, скромный взгляд, достаточно деструктивной. Вот. Потому что, если бы это было не так, то того, что мы видим, не произошло, не произошло. Да? Вот. Конечно, я повторюсь, ситуация неприятная. Никто не говорит о том, что вы, что вы должны на нее реагировать радостно. Нет. Но нужно понимать также и то, что, несмотря на то, что ситуация действительно неприятная, вы реагируете на нее, во-первых, потерей для себя жизненного смысла. Поправьте меня, пожалуйста. Если я ошибаюсь, вот, вы реагируете на это разочарованием, в, ну, вот, в данном случае, в своем, ну, супруге, вот. И вы, получается, ну, как бы, не обсуждаете эту ситуацию, не анализируете ее, то есть, что же, что вообще произошло, вот, как бы, вот. Там еще, ну, не откуда же эти кредиты взяли? Не откуда же это все это взялось? Вот. Понимаете, да? Я думаю, тут очень важно, на эти все аспекты внимания важно обратить. Вот. Ну, и, ам, конечно, есть такой момент, что вы со своим супругом давно в отношениях и, в принципе, за те годы, что вы вместе, вы могли изменить. То есть, могли измениться ваши ценности, могли измениться ваши приоритеты, могли измениться ваши взгляды на жизнь и так далее. То есть, много чего, много чего в этом смысле могло измениться. И эти изменения за счет идеализации, причем не только вас, своего мужа, не только вами, своего мужа, но и вас, вашим мужем, вот. Эти изменения могли просто, ну, вот, не найти отражения, как бы, в отношениях. И, иными словами, таким образом, вполне могло случиться, что люди чувствуют себя, ну, вот, незамеченными, люди чувствуют себя неоцененными, люди чувствуют себя нереализованными. Вот. Опять же, опять же, поймите правильно. Я не обвиняю вас. Я просто говорю о том, что проблема, как бы, системная. Вот. И решать ее нужно именно как системная проблема. Вот. Ну, для начала, наверное, я разобрался с тем, да, а где мои личные границы? То есть, ну, где, вот, где я-то вообще? Где супруга? То есть, ну, вот, где, как бы, границы супруга? Вот. И так далее. То есть, это очень важно сделать. А если этого не сделать, то, ну, скорее всего, так будет вы друг на друга вот все валить, вот, скорее всего, будет вы, вот, ну, друг от друга. Требовать чего-то, чего-то, вот, на такой, ну, вот, постоянной основе, вот, а в итоге, ну, толку от этого вообще никакого не будет. Вот, только обиды будут, обиды, какие-то, ну, разочарования и прочее, 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 прочее. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Вот, поэтому, мне кажется, что в этом направлении вам нужно работать. Вот. Ну, в принципе, в принципе, это все, наверное, что я хотел сейчас сказать вам. А, в заключение, пожалуй, добавлю только то, что, ну, вот, вы говорите, да, значит, помогите советам, как жить дальше. Да, мы не знаем, как вам жить дальше. Это ваш, это ваша жизнь. Не мы, не мы ее строили и не нам учить вас, как жить. Вот. Психологи не дают советов, но разобраться в себе вам мы можем помочь. Это, в принципе, более чем адекватно. Вот. Поэтому, если вы заинтересованы в том, чтобы начать что-то менять, то я бы рекомендовал вам выбрать психолога, да, и вместе, значит, вместе с вашим мужем, вот. А, собственно говоря, начинать поработать, вот. Это самое лучшее, что вы можете для себя сделать с позиции, повторюсь, психотерапии, с позиции психологии. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Обратная связь начинает в первую очередь вам для формирования базовых постилатов для психотерапии. То есть вы формируете обратную связь для того, чтобы сформулировать какие-то постилаты психотерапии. Вот. И чтобы воспринимать обратную связь именно как, ну, вот, что-то, что нужно вам, да. То есть что-то, из чего вы, вот, ну, можете сделать для себя, так скажем, какие-то полезные выводы. Переработать то, о чем я сказал. Разобраться. Это помогает лучше себе, опять же, разобраться. Вот. И чтобы я еще рекомендовал сделать, это присмотреться к тому общему, что есть между вами и вашему. То есть, ну, просто вот, задавайтесь вопросом. Просто задавайтесь вопросом. Что между мной и моим мужем есть общего? Сейчас. Что нас объединяет? Нет. Только не нужно, пожалуйста, этой истории про детей, что нас объединяет дети. Нет. Именно вы, только вы, больше никто. Только вы и ваш муж. Что между вами общего? Сейчас. Ну, вот. Как вы друг к другу относитесь? Как вы, как вы друг друга воспринимаете? Вот это то, на что я очень рекомендовал бы вам обратить свое внимание. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова